Шалом! Ангелу Ефейской Церкви напиши, так говорит, держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, труд твой, терпение твое и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называются апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. О чем тут? Известные толкования, когда эти церкви, семь церквей, о которых, первые из которых говорится вот в этом отрывке, истолковывают как семь периодов всего времени церкви, от церкви первой до церкви, которая в наши дни. Но это не так. Основное значение этого не в этом. Основное значение этого, что все эти семь церквей, это церковь сейчас. Она представлена вот в таком срезе именно сейчас, в наши дни. И вот Ефесская церковь, это определенный вид христиан. Христиане, которые вышли из деноминаций, они испытали, что все деноминации созданы не апостолами, и поэтому они вышли из христианской религии, но они не стали от этого неверующими. Они ученики Иисуса Христа, но они не участвуют в христианских конфессиях, потому что они нашли, что там основаны они на лжи. И те люди, которые создавали эти деноминации, они не создавали единую церковь, и это лжи-апостолы. Этой церкви Господь указывает упрек такой, что эта церковь оставила первую любовь, которая у нее была. Это можно понять очень просто. Что, конечно, да, это важно, что они вышли из христианских деноминаций, и этим они свидетельствуют самим своим фактом выхода, что в христианской церкви в деноминациях далеко не все так благополучно, как они хотели бы это себе представить в деноминациях. То есть они свидетельствуют о том, что деноминациям христианским надо покаяться. Тем, что они там не могут быть, они вышли оттуда. Этим они свидетельствуют. Но, с другой стороны, выход – это тоже может быть неправильным решением, потому что, а где они проявят любовь, если они стали одиночками в этом мире? То есть любовь, она всегда конкретная. И как они могут показать любовь между братьями, если они находятся в таком рассеянии, где эта любовь не может проявиться? Не лучше ли было им оставаться в деноминациях и терпеть, обличая их изнутри? Ну, а они ушли, потому что, может быть, для многих это был более легкий путь. И поэтому за это есть упрёк, что ты оставил первую любовь твою. Ещё, что там говорится про николаитов, то это тоже совсем понятная вещь. Николаиты – это означает «Нико – Лаос». «Нико» – это победа, «Лаос – народ». То есть победители народа. То есть то, что произошло где-то в IV веке, когда оптом всех граждан империи запихнули в эту церковь, победили народ, сделали нехристианский народ христианским, но не тем, что язычники поверили в Евангелие, а просто указами кесарей, которые запретили языческие обряды. И кто-то в церкви решил, что это хорошо, и церковь этим воспользовалась. Но на самом деле это очень мерзко. Вот это крещение Руси, которое было насильственное, это крайне мерзкие явления, когда недобровольно людей отправляли в христианство, делали христианами. И вот это и есть николаиты, победители народа, которые вот это совершили. И за это Бог обличает именно из Ефесской церкви, Ефесской церкви, которые вышли из динаминации, как раз это очень легко понять, и легко им это самое осудить, потому что они понимают, вышедшие из христианской религии христиане, что вот это плоды этих николаитов в динаминациях, это великая мерзость. Дальше читаю. И англус мирской церкви напиши. Так говорит первый и последний, который был мертв и си жив. Знаю твои дела, и скорбь и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они и таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышит, да слышит, что дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Здесь о второй категории верующих, которая тоже проявится вот в наши дни. Это те люди, которые будут строить третий храм, описанный в пророчестве Езекииля. То есть, это удивительно, потому что здесь вообще не говорится, в этой категории могут находиться самые разные люди. И для того, чтобы строить храм, вообще, в принципе, можно и не быть христианином. Например, когда строили второй храм, то там языческий царь Кир оказался вдруг помазанником Божьим, назван, только за то, что он издал соответствующий указ о восстановлении храма. И такова же и Смирнская церковь. Там может быть и атеист, если он был бы во главе мира и при этом издал этот соответствующий указ или дал соответствующие деньги для строительства храма. Он автоматически становится участником этого строительства, а значит, входит в Смирнскую церковь. Ну, там, естественно, могут быть и мусульмане, и индусы, и все кто угодно. Все, кто принимает участие каким-то словом или делом в строительстве третьего храма, который описан в пророчестве Езекииля. Ну, естественно, вот этот храм, он не соответствует той галахе, которая есть в иудаизме. Потому что этот храм строится на другом месте, не на храмовой горе в Иерусалиме, а Езекииль указал другое место, в иудейской пустыне. И это храм мессианский, то есть там совершенно другое устройство. Там нет завесы в святом святых, там нет семисмечной миноры, там нет стола с хлебами предложения. Все это учтено, потому что учтено, что Иисус Христос воскрес, и вечерней жертвы там тоже нет, потому что Иисус Христос – это вечерняя жертва. То есть это мессианский храм, и естественно такой, отличающийся от ожидаемого иудеями храма, храм вот будет, могут злословить иудеи, и не только иудеи, в смысле тех, которые из иудаизма, но и которые в христианстве, которые будут противники, они тоже сборище сатанинское, поэтому это относится в равной степени к противникам храма из иудаизма, из христианства, которые будут противниками осуществления пророчества Иезекииля. И они будут злословить тех, которые будут строить храм не по их традиции, не по их галахи, не по их представлениям. Ну потому что в христианстве вообще многие считают, что в этом храме должен воссесть антихрист, хотя это не так. Иезекииль описал храм, в котором никогда не будет антихриста, и это совершенно ясно из этого пророчества. Что с самого начала и до конца там будет престол Бога, с момента освящения храма. Иезекииль указал, что этот храм не могут построить неверующие, но только те, которые всем сердцем обратятся к Богу. Тем может Иезекииль показать это устройство храма, и те смогут построить его. Поэтому упрек, что там может быть антихрист, совершенно неуместен. Тем не менее, наверняка будут те и христиане, которые будут злословить. Строящих Третий Храм. Дальше, что этому ангелу говорится, что будь верен до смерти. То есть, другим не говорится, что им грозит смерть, но грозит что-то другое. Но вот именно этому ангелу, Смертной Церкви, сказано, будь верен до смерти. То есть, смерть, это неизбежный конец этого ангела. Ну и естественно. Потому что, когда будет построен Третий Храм, то миссия Смертной Церкви завершена. То есть, это только на время строительства. Это временная миссия. Поэтому смерть, это конец, когда уже будет построен храм. И здесь, вот важная подробность, что будете иметь скорбь дней 10. Вот освящение храма, согласно пророчеству Эзекииля, освящение жертвенника, длится ровно 10 дней. От Йом-Керуа до Йом-Кипур. А средь имеет Тешва. И вот этот промежуток, скорбь, это конец жизни, по сути дела, вот этого самого ангела Смертной Церкви. Потому что после этого все, миссия завершена, жертвенник будет освящен. И это смерть Смертной Церкви. Но дальше сказано, что побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Что такое вторая смерть? Это должно быть совершенно понятно. Вторая смерть, это посмертное осуждение, когда после смерти уже кого-то осуждают, отлучают от Бога. То есть говорят, что вот это было великое зло, он мог при жизни жить и считаться такой человек или там кто-то еще, существо, дух какой-то, мог считаться чем-то возвышенным, хорошим, божественным. Но после смерти вдруг открывается что-то, что заставляет всех осудить его. И это есть вторая смерть, посмертное осуждение. Так вот, ангел Смертной Церкви, хотя его будут осуждать при жизни, и хотя он в конце умирает, потому что храм построен, тем не менее, он будет полностью оправдан, и он никакого вреда от второй смерти, от осуждения не потерпит. И вообще из семи вот этих церквей, которые перечислены в Откровении, только две церкви, они безупречны в глазах Бога. Ну, это вот Смирнская Церковь, у которой Бог не находит греха, и Филадельфийская Церковь, у которой тоже Бог не находит никакого греха. Остальные пять церквей имеют какие-то обличаемые Богом недостатки, грехи. Дальше. И ангелу Пергамской Церкви напиши, так говорит, имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умиршлен верный свидетель мой Антипа. Ну, имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которые я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Пергамская Церковь это престол сатаны, то есть это христиане, такой вид христиан, которые христиане в среде политиков, банкиров, сильных мира сего. Там тоже есть люди, которые преданы Богу, их может быть очень мало, но они есть. Ну, можно сравнить с тем, как вот в дни Иисуса жена домоправителя Иродова помогала Иисусу деньгами, то есть она из самого такого вот кодла годючего, из самого такой среды около Ирода, приближенных, коррумпированных каких-то вот элементов, но она любила Иисуса и поддерживала его деньгами, которые, может быть, по происхождению своему были и нечисты, но она давала это на проповедь, на служение Иисуса Христа. Так и сейчас такие же люди могут быть в среде богатых, которые, может быть, из них кто-то будет давать деньги на строительство третьего храма. То есть это вот церковь, где престол сатаны, и если сравнивать вот эти все церкви, которые есть в Откровении, это как бы переход от предрассветного неба к рассвету, то тогда каждой из этих церквей можно сопоставить один из семи цветов радуги. Ну, в начале самом, в самом начале ночью, когда то небо чуть-чуть начинает светать на горизонте, оно темно-красное, красное, и это первая эфесская церковь, у нее красный цвет. У Смиртской церкви оранжевый цвет, это следующий, когда солнце уже ближе к горизонту, по мере приближения рассвета, оранжевый цвет, и да, это цвет, апельсиновый цвет, апельсин это плод, который соответствует истине. золотые яблоки, слово сказанное прилично, это именно про апельсины сказанное, топовых загав на иврите. Истина, то есть, то, как оно есть на самом деле. И вот это вот Смиртская церковь, она как раз имеет оранжевый цвет, а Пергамская церковь это желтый цвет, цвет золота, там, где престол сатаны, там золото, деньги, богатство, и она имеет золотой цвет. Здесь надо еще сказать про Антипу. Кто такой Антипа? Имя Антипа означает против всех, то есть, против всех, и то, что вот этот против всех уменьшвлен, то это означает, что участники вот этой Пергамской церкви, они всегда за кого-то, за какую-то партию, за какого-то вот политического вождя, церкви, потому что иначе невозможно вести бизнес, невозможно участвовать в политике, всегда нужно быть на чьей-то стороне, и они, да, выбирают вот какую-то сторону, хотя, если быть последовательно на стороне Иисуса Христа, который говорит, что царство мира это не его царство, то христианин должен быть против всех политических сил и течений, партий, вне политики, но это невозможно для тех, которые находятся наверху, поэтому вот этот вот такой виртуальный свидетель, то есть, ну, как бы это тоже как собирательный образ Антипа, он уменьшвлен, они всегда кого-то выбирают, за кого-то голосуют. Да, еще про эту самую пергамскую церковь нужно сказать, что там тоже есть держащиеся учения николаитов, и да, естественно, среди богачей, среди политической элиты очень, наверное, популярно вот это то, что они ценят господствующее положение церкви в этом мире, то, что это политический инструмент, что для управления людьми, народами николаиты. Дальше, про Феатирскую церковь. И ангелу Феатирской церкви напиши, так говорит сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Язавеле, называющей себя пророчицу, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идла жертвенная. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одры любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есмь испытующий сердца и внутренности воздам каждому из вас по делам вашим, вам же и прочим находящимся в феатире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного времени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как с отсюда глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего и дам ему звезду утреннюю. Имеющие ухо слышать, да слышат, что дух говорит церквам. Феатирская церковь, это уже зеленый цвет, когда солнце уже совсем близко к горизонту и глаз начинает видеть окружающую зелень, жизнь, которая вокруг, потому что ночью все кажется серым, темным и зелень не видна, но при рассвете постепенно вот она становится светлее и уже становится виден зеленый цвет растительности. И вот феатирская церковь, она ассоциируется конечно с жизнью, это действительно так, потому что она единственная имеет любовь, и эта церковь, это и есть собственно то, что называется церковью так вот, это деноминации, служения, миссии, где много труда, много заботы о людях, проповедь евангелия, учения, это вот то, где идет постоянная работа, но это не обязательно деноминации, могут быть и отдельные люди, которые хотя как бы и вышли из деноминации, то есть они должны были бы быть может быть в положении Ефесской церкви, но они все равно вокруг себя организуют постоянное служение, постоянную заботу, попечительство о ком-то, и они имеют любовь, проявляют свою любовь, и вот это вот есть Феатирская церковь, церковь служений, если так можно выразиться, не обязательно деноминации, но церковь, которая постоянно находится в служении, это Феатирская церковь, она единственная, у которой Господь находит, что она имеет любовь, тем не менее у нее есть очень большой, очень страшный грех, то, что там есть и Изавель, то есть ложный дух, ложный дух, вот этот его можно сравнить с тем зверем, который из земли, который фальшивый дух, который похож внешне на Христа, но говорит как дракон, и вот он учит неправильно и вводит в заблуждение людей, чтобы они любодействовали и ели едва жертвенная, любодействовать это значит служить этому миру, то есть служить этому миру, любить этот мир, потому что Иисус сказал не любите мира, потому что то, что в мире это пухоть плоти, пухоть очей, гордость житейская, но вот этот вот дух как раз и поддерживает вот эту всю лживую систему этого мира, и это вот есть то, что жена Изавель, а то, что детей ее поражу смертью, ну, некоторые люди обратились в христианство, наверное, из-за того, что это христианство именно такое вот господствующее, оно вот служит этому миру, им нравится служить миру в этой религии, то есть они вообще неправильно приняли Иисуса Христа, они не того Иисуса Христа приняли, они пошли за Изавелью, и вот они погибнут, они погибнут, когда наступит момент и произойдут определенные события, связанные со вторым пришествием Иисуса Христа, Дальше, Откровение глава 3 И ангелу сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв, бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенные пред Богом моим, вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся, если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя, впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежды своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны, побеждающий оденется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, исповедую имя его пред отцом моим и предангелами его, имеющие ухо да слышат, что дух говорит церквам. Ну, если кратко говорить, то Сардийская церковь это такой тип христианина, у которого главная Библия, который знает Библию и понимает слово Божье, записанное слово. это вот и есть то мертвое мертвое буква, которой нужно тем не менее держаться, чтобы не уйти далеко в сторону, чтобы не заблудиться. И вот эти такие христиане, они важны, хотя бы они были вне люди, такие важны, хотя бы они были вне деноминации или в деноминациях, были ли они в какой среде, это не важно. Важно, что они знают писания и у них особая роль в церкви. Здесь можно еще обратить внимание, что речь идет о белых одеждах, и это несколько раз говорится, что будут ходить в белых одеждах, и побеждающий обличется в белые одежды. Здесь уже идет намек на то, что приближается время следующей, филадельфийской церкви, к которой собственно в полной мере и должны относиться вот эти белые одежды. И те, которые из сардийской церкви, они должны понять и участвовать вот как-то в следующей церкви, о которой будет говориться дальше. Филадельфийская церковь. И ангелу филадельфийской церкви напиши, так говорит святый истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годин искушения, который придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Сей гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего, побеждающего сделаю столпом. В храме Бога моего он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, новое. Имеющие ухо дослышат, что Дух говорит церквам. Ну, филадельфийская это, да, братская любовь, но в че тут главное? Это те люди, которые будут входить в восточные ворота храма, когда он будет построен, когда будет построен третий храм в соответствии с пророчеством Езекииля, в восточные ворота храма с первого по десятой кишре, от Йомкируа до Йомкипур должны войти избранные и Езекииль в видении называет это славой Господу. Вот это слава Господа это и есть филадельфийская церковь. Именно для них Бог имеющий ключ, вот он натворил эту дверь в храм и эта дверь будет открыта так, чтобы вся эта церковь филадельфийская смогла войти туда и она туда войдет и после того, когда она войдет, двери будут закрыты и у Езекииля в 43 главе сказано, что в восточные ворота входит слава Господа, а в 44 главе говорится, что туда вошел Господь Бог Израилев. То есть в мгновение ока, когда закрывается дверь, оказывается, что вот все те люди, которые входили в восточные ворота, это в них был Бог, это тело Христа, то есть в них вошел Иисус Христос, в них вошел Господь Бог Израилев. И поэтому ей поклоняться, ведь ангелам нельзя поклониться. Здесь сказано, что ангелу этому философийской церкви поклоняться, и Бог это сделает так, что ему поклоняться. Именно вот иудеи, которые несут таковы алгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими. То есть это уже будет не ангел, а Бог. То есть сам Господь Бог, воплощение Бога будет вот в этом, в этих участниках философийской церкви, которые вошли в восточные ворота третьего храма, описанного в пророчестве Езекииля. Поэтому им и могут поклониться. То есть этот ангел будет равен Богу. И это есть воплощение Иисуса Христа во втором пришествии. И он получит имя мое новое написано. Какое имя мы можем догадаться, что это имя Израиль. То есть вот этот именно тот небесный духовный Израиль, который будет отцами основателями города через некоторое время после этого, города Яхвишама. Потому что они вошли и таким образом проповедовали всем Евангелие. То есть засвидетельствовали всем народом самим актом вхождения. Потому что все будут видеть эту молнию, это знамение, знамение, вот это вхождение в восточные ворота. Весь мир увидит, потому что есть телевидение, интернет, всем это покажут, как люди входят в восточные ворота. И это второе пришествие Иисуса Христа, который воплощен в телах этих людей. Когда двери затворяются, звучит седьмая труба, и царство мира садел с царством Господа объявляется. Но мир это не признает, и падшие религии не будут признавать вот эти самые иудеи, которые несут таковые лгут, они не будут вначале признавать, но в конце они вынуждены будут признать, потому что на них и зальются чаши гнева, они получат язвы, и потом они вынуждены будут покаяться и признать, что вошедшие это святые божьи люди, в которых явился сам Господь Бог Израилев. Это Филадельфийская церковь. И вот эти люди, которые вошли, когда уже наступит покаяние еврейского народа, когда он поймет, что действительно эти люди посланники Иисуса Христа и Иисус Христос это истинный Мессия, и что он воплощен именно в этих людях, которые вошли в восточные ворота, то тогда эти люди смогут вошедшие в восточные ворота смогут построить город Ягвышама, им позволено будет. И вот этот город, это будет вот имя града Бога моего, Нового Иерусалима, сходящего с неба от Бога моего. Вот этот вот город, где будут всякие вот чудеса, потому что там мы будем иметь общение со всеми теми святыми, которые уже умерли за всю историю церкви Израиля. Дальше. И ангелу ладикийской церкви напиши, так говорит, Аминь, свидетель верной истины, начала создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден и не горячий. О, если бы ты был холоден или горячий, но как ты тепл, а не горячий и не холоден, то изверну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогателый, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалокий, нищий, слепый, советую тебе купить у меня золото огнем очищенный, чтобы тебе обогатиться и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота ноготы твоей и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу, если кто услышит, голос мой отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ними, он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам. Ладийский церковь это вот лао дикос, лаос дикос, то есть лаос это народ, а дикос это обычай, то есть это народные обычаи, традиции, то есть это такие христиане, мирские совершенно люди, которые все христианство это у них вот Рождество до Пасха, там спечь куличи, сделать Пасху, елка рождественская, подарки рождественские, вот это вся их религия. Они стараются быть, конечно, добрыми, они стараются вот в мире иметь мир с людьми, но они совершенно, совершенно далеки вот от всех тех требований, которые Иисус предъявляет своим ученикам. ну они могли бы, конечно, да, быть тоже приняты, потому что у них могут быть добрые сердца, но для этого им нужно купить золото, а вот золото, это как раз, это и есть предыдущая филадельфийская церковь, в которой вот в белых одеждах люди войдут в эту самую, в третий храм, в восточные ворота храма, то есть приняв вот этих вот людей, которые золото, огнем очищенное, приняв, поверив, что с ними Бог, то это может помочь спастись и таким мирским людям, которые вот подадут этим чашу воды во имя ученика вот этой категории, которая входит в восточные ворота, святые которые, то есть ладикийская церковь тоже может быть спастись, но ей вот важно еще что, что она может, он наг и у него нужна одежда, чтобы одеться. Почему? Потому что он попадет на Армагеддон. То есть слепые вот эти самые люди, которые не видят, что такое происходит, они попадают на Армагеддон, который не есть военное сражение. Армагеддон это Ар-Мегиддо, то есть гора города счастья. это вот то, к чему стремятся люди в мире, они борются за свое материальное благополучие. Вот это и есть их Армагеддон, куда их влекут цари земные, лидеры динаминации вот этих всех плотских. Все вот эти вот главы конфессии, они предлагают людям молиться за этот мир и добиваться материального счастья, молиться за это. И это есть их Армагеддон, куда они устремляются. И когда они начинают вот это стяжать себе материальное, то в этом и видна их срамота, то, что они никакие не христиане, не ученики Христа, вообще что-то непонятное, стяжатели. Это и как раз и указывается здесь, что опасность для них этого Армагеддона, но не военного, естественно, военного вообще не будет никакого Армагеддона. Армагеддон это битва чисто такая виртуальная, которая происходит, когда христиане устремляются за наживой, то есть они начинают добиваться себе наиболее благополучных, лучших мест в этом мире, что и является в общем-то срамотой, потому что выдает то, что они ищут не небесного, а земного. То есть у них главное это маммона, а не Бог. это Ладикийская церковь. И если мы продолжим то, что церкви, все семьи, они имеют каждый свой цвет, то значит вот Сардийская церковь это бледно-голубой цвет, то есть такое вот небо, когда еще солнце перед самым восходом, небо совсем бледное, а Филадельфийская это синий цвет, то есть уже когда солнце восходит, то небо становится синим. И наконец Ладикийская церковь это фиолетовая, ну может даже ультрафиолетовый свет, который исходит из солнца, который ослепляет, и поэтому вот это при восходе солнца возникает как раз и опасность, что они будут слепые, вот эти вот ладикийские христиане мирские, что они решат, что наступил мир и безопасность, что все уже хорошо, но тем не менее вот тогда-то их и постигнет пагуба, то есть они могут устремиться на Армагеддон, где будет видна их срамота, потому что они ослепнут от того, что произойдет в этом мире, когда будет построен Третий храм, и когда вроде бы все проблемы человечества окажутся разрешены, потому что все люди начнут усиленно молиться, но за что они будут молиться? за то, чтобы устремиться туда в небесное царство или за то, чтобы иметь здесь в мире какое-то богатство? Вот это мы увидим, то, что многие не поймут, что царство Божие это не пища и питье, а совсем другие качества. КОНЕЦ